Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и мы продолжаем нашу карьеру за Дортмундскую Барусию. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, помогите мне, во-первых, добить там 100 подписчиков, мне будет очень приятно. Ну и во-вторых, там часто я провожу стримы, так что залетайте. Ну что же, давайте посмотрим, какие сегодня у нас будут матчи в нашей карьере, февральские матчи. Так, во-первых, у нас четвертьфинал Кубка Германии с Мюнхенской Баварией уже сразу стартует. Далее у нас важный такой матч против серьезного соперника в Бундеслиге, это Байер. Выездная игра в чемпионате против Униона, важная игра против Боруссии Мюнхен-Гладбаха. И также выездная игра в одной восьмой лиге чемпионов против Барселоны. Ну и выездная игра против Аугсбурга в чемпионате Германии. Ну что же, сразу же стартуем с матча с Баварией. Естественно, будем играть стартовым составом. Так, вот он на ваших экранах, все вроде готовы. У всех все замечательно по характеристикам. Поехали. Ну что же, мы играем на выезде. Бавария принимает Боруссию. Начинаем. Все-таки еще и мяч потерял. В итоге устное предупреждение для Лероя Санне. Афримпанк разыграл быстро этот штрафной. Беллингем. Передача на Эмриджана. И подача. И Мален 1-0. Вот так вот. 58-я минута. И Боруссия буквально, ну, свой первый явный такой момент реализовывает. Не по игре. Отнюдь не по игре был забит этот гол. Бавария доминировала в этом матче. Но вот. Какой-то легенький штрафной удар. В центре поля привел к тому, что Боруссия смогла разыграть эту комбинацию. Вот так вот. Кончиками пальцев дотянулся все-таки Нойер. Но у Малина все равно получилось прошить немецкого вратаря. Беллингем. И, ух, как же сейчас разыгралась Боруссия. 65-я минута. Дуплетом забивает дубль. Сегодня Мален. И увеличивает свой бомбардирский такой, может быть, там отрыв в гонке бомбардиров Кубка Германии. Ну и отрывает Баварию сейчас, наверное, вот так вот. От заветной путевки в полуфинал Кубка Германии. Естественно, теперь все силы. Большинство сил, скорее всего, Баварию будут отправлены на ликвидирование вот этого вот отставания. Марко Ройс с подкрутки. Я пробил вот этот удар с R1 с подкрутки. И решил вот как-то по... Как бы сейчас... По-небанальному, наверное, вот так вот. И получилось. Вы посмотрите, как сейчас дернулся токаря Ванойер. Он ожидал удар, наверное, с подкрутки, но в ближний. А я решил именно в дальний пробить. И вот и корявый удар, и корявый и сейв. Тут даже и сейва как такового не было. Корявая позиция была у Нойера в итоге 3-0. Вообще не по игре. Но это один из лучших вторых таймов против серьезных соперников у Баруси. И все. Финальный сысток. Барусия ликует. Из Мюнхена они будут уезжать в хорошем настроении. 3-0 разгромили Баварию. В четверть финале кубка. Ну что же, по XG мы наиграли на два мяча. Бавария тоже вот, так сказать, округлит на два. Но все вот эти вот 2-4 мы получили ровно за второй тайм. Итак, в полуфинале мы можем встретиться с Баруси Мюнхен-Гладбах, которая 4-0 обыграла Фрайбург. С Майнцем, которые минимально прошли Аугсбург, и с Лейпциным, которые уверенно прошли Леверкузен. Миллион 100 тысяч. Округляем так более-менее миллион 100 тысяч мы получаем за выход в полуфинал. Так, и предложение по Томасу Мюньенам. Приходит в итоге 12 миллионов 800. Так. Томас Мюньен отказался переходить в Бенфику, так как не смог согласовать. То есть мы за 16 миллионов договорились с Бенфикой. Давайте попробуем за 16 миллионов начать с этого. Хотя нет, давайте 17 миллионов. Первоначальная стоимость. Попробуем, чтобы скинуть там более-менее. Но Рома, в принципе-то, тоже интересный клуб в хорошем чемпионате. Да, вот за 17 миллионов Рома, кстати, согласилась купить нашего 30-летнего правого защитника. Ну вот посмотрим, удастся ли все-таки Томасу согласовать личный контракт. Ну что ж, сейчас у нас игра против Ливеркузена. Играем с хорошей командой. Первый состав у меня, в принципе, и первым будем играть. Вроде у нас следующая-то игра через неделю, если я не ошибаюсь. Да, с Унионом мы как раз можем и вторым сыграть. А вот с Ливеркузеном, команда, которая входит в топ-6 сейчас в Бундеслиге, будем играть первым составом. Состав на ваших экранах. Тем более у них он уставший. Шик, Диаби, Драгович, Тах. Поэтому постараемся. Поехали. Итак, Боруссия Дортмунд на Сигнал Дуни Парк принимает Ливеркузен. Мы начинаем. А вот Малин, как сейчас отреагирует на вот эту вот передачу. Отлично. Он, может быть, и Голливу сейчас выдаст. Да. Марко Ройс выводит вперед Дортмундскую Боруссию на девятой минуте матча. Малин отличился голевой передачей. Боруссия и разгоняет свою атаку. Ройс отдает передачу на Малина. Вот сейчас голландец сможет увеличить преимущество Боруссии. Он это и делает. 69-ая минута. Гол плюс пас у Ройса и у Малина. За эту игру на данный момент. Если в первом голе поучаствовал Ройс Малин, то в этой уже Малин Ройс. Все супер. 2-0. Вроде как уверенно. Даже с тем минимальным владением. Но Боруссия снова в сегодняшнем выпуске забивает два мяча. Посмотрим, получится ли забить треть. А вот Малин преодолел отметку в чемпионате в 10 голов. Потребовалось ему для этого 15 матчей. А вот 72-ая минута. Буквально сразу же с развода мяча Николя Пепе забивает. И здесь уже Кобель не выручает. В итоге интрига еще жива. Время есть. Чуть меньше 20 минут. Хюмельс. Ну шикарно играют защитники. А Боруссия. И вот еще Ройс хорошую передачу на Малин отдает. Малин вколачивает гол в самую девятку. На последней минуте Малин просто забирает какие-то микронадежды. Ливеркузинского Байера сравняет счет. В итоге он увеличивает. Снова счет до двух мячей в пользу у Боруссии. И в итоге счет 3-1. С левой ноги в самую девятку. Замечательно. 11-й гол Малина в этом сезоне в Бундеслиге. И финальный сысток. Итак, Миньес согласовал свой контракт с Ромой. И переходит туда за 17 миллионов. 13,5 нам добавят. Только он туда перейдет. Фальки нашего вратаря хотят забрать в аренду в Ост-НД. Давайте начнем переговоры, пожалуй. Хотя нет, давайте поручим. Так, а почему вот? Аренда на год. Только на один сезон я готов его отдать. Поэтому давайте пусть этим займется кто-то у нас. Компетентный в этом плане, чтобы договориться. Сборная Италии нам предлагает. Ну вот здесь. Почему вот так вот? Буквально за сколько? Мы тренируемся с июня. Вот. Июнь полностью. Или нет, с июля. Июль. Август, нентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. За каких-то 8 месяцев мы получаем предложение от сборной Италии. А вот в нашей стримовой карьере, в легендарной стримовой карьере за Венецию, вот, мы не можем до сих пор получить. Хотя там уже, если я не ошибаюсь, третий сезон проводим. Вот как-то так обидно. Так, ну сейчас у нас игра против Униона Берлина. Они идут на 18-й строчке. Мы играем на выезде. И даю сегодня впервые сыграть второму составу. Посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Ну что же, мы на выезде. Унион Берлин принимает Борусию. Очень плохое сегодня у нас освещение. Вот так вот эти переходы света. Но будем стараться. Что уж поделать. Условия равные для всех. Начинаем. Так, даут. Неплохо движется с мячом. Хорошая передача на Колу Муани. Колу Муани. В первой же атаке уже на четвертой минуте Борусия выходит вперед. Даже вот в таких теневых и световых условиях. Тоже ждет здесь подключение Бранта. Но почему-то немец не просил. А в итоге Колу Муани. Вот сейчас запрашивает. Хороший пас. Получает он. И забивает дубль. 16-ая минута. Так, Цобо Слай. Хорошую передачу сейчас на Юлиана Бранта он отдает. Брант. 3-0. 20-ая минута. Борусия уже смогла обеспечить себе, скорее всего, победу в сегодняшнем матче. Столько моментов было на то, чтобы забить. А вот и Буаду. Выход 1-1. Буаду. Буаду делает счет 4-0. Шикарно он реализовал вот эту вот контратаку в Дортмундской Борусии. Ну и забивает. Юлиан Брант. Неплохо. Хорошая передача на Буаду. А я сейчас не знаю по имени. Я же все правильно сказал. Юлиан Брант. Юлиан же его зовут. Но в итоге забивает Буаду. Свой дубль сегодня. С чем мы его и поздравляем. О, Муани. Все. Арбитр не дал продолжить. Атаку Борусии. 5-0. Победа гостей. Так. Мои люди договорились с Остендой, что отдать Фальки им в аренду на сезон. Вот они хотели на 2. Поэтому сейчас мы уже просто договоримся о вопросе по зарплате. Кто сколько процентов будет выплачивать. И все. Давай 60 на 40. Да, они согласны. Вообще замечатель. Но. Ну что же. Сейчас у нас домашняя игра против Борусии Мюнхенгладбах. Сейчас такое вот барусское дерби у нас получается. Вот. По составу вообще без изменений. Ну и как мы видим по выносливости у Борусии Мюнхенгладбах все в порядке. Поэтому очень интересный матч. И следующий у нас уже будет против Барселоны. Поехали. Ну что же. Сигнал идут на парк. Борусия против Борусии Мюнхенгладбах. Мы начинаем. Мощную передачу на эрлинга Холанда. Тут проходит Закарию. И мне кажется можно открывать счет. И забивает Малин. Холанд понимал, что вряд ли он пройдет сейчас на скоростных навыках Закарию. Потому что он уже поджимал. Но вот решил сделать передачу. И она оказалась результативной. 1-0. Малин. Хорошую передачу на Джана он отдает. А вот Джан. Прострел на... Кстати надо было-то. На Холанда. Но вот и Холанд как-то пропустил этот пас. В итоге прострел дошел до Беллингема. И тот увеличивает преимущество. Уже 14-ая минута. 2-0. Точную передачу на Холанда. Снова пытался он отдать. А в итоге Холанд фалит. И это красная карточка. Это красная карточка. Прямая. Для эрлинга Холанда. Поэтому сейчас играет Борусия в десятером. Но ведет в счете. Но все равно 20 минут осталось. Хорошая передача. И Малин делает счет 3-0. Вот так вот даже в меньшинстве у Борусии получилось забить еще один мяч. И снова это делает Малин. Найти передачей партнера. Белоти неплохо так вперед Мюселя отпускает. В итоге Мюсель. Выход один на один практически. И 3-1. Но все-таки сказывается о том, что в меньшинстве играет соперник Борусия Мюнхенгладбах. Но в любом случае как-то вот провалилась оборона. Хотя потеря-то была именно вот этим удалением не защитника, а нападающего. Уверенная домашняя победа Борусии. Дортмунд над Борусией Мюнхенгладбах. Со счетом 3-1. Удаление Эрлинга Холланда. Вот что было в сегодняшнем матче. Итак, Фальки сдан в аренду Востенде. Он туда перейдет. С началом трансферного окна. Так, ну и у нас сейчас игра против Барселоны. Я смотрю, мы купили Фримпонга. У него удаление это в Лиге Чемпионов. Оказывается, было. Ну, значит, будет вместо него играть Мори. Хотя у нас есть до сих пор Томаш Мюнье. Может быть, его бы мы использовали. Так, вот эти вот постоянные странности, что нам не дают сыграть. И там все это изменить. Надо обязательно выходить в меню. Здесь все это менять. Так, продолжить редактирование еще. И со скамейки запасных надо его убрать. Возьмем пока что Мори, естественно. Поэтому посмотрим, какая Мюнье сейчас отыграет в Лиге Чемпионов. Все-таки серьезный для нас соперник. И сразу же попался. Барселона-Боруссия. Поехали. Итак, Лига Чемпионов Уэфа. 1-8 финала этого турнира. Барселона против Боруссии-Дортмунд. Как ни странно, но в этом году именно обе эти команды вылетели в Лигу Европы. Заняв третье место в группе Лиги Чемпионов. Что Боруссия, что Барселона. Поэтому так вот интересно увидеть эти команды на стадии 1-8 в нашей карьере. Так, Беллинген. А вот здесь что-то и нарушение. И что это будет? И это красная карточка. Красная карточка прямая. Сразу же Филиппе Каутинь ее получает на 28-й минуте. Также немного в атаке с Фалиф. Ну вот сейчас посмотрим, каково это. Ладно, Бундеслига. А здесь все-таки Лига Чемпионов. Джан. Пас под Ройсей. Сразу же после этого удаления. Сразу же после вот этого штрафного. Боруссия побежала в атаку. И забивает. Отлично. 1-0. Так, Вицель отлично отыграл в перехвате. Эрлинг Холланд. Пока что его никто не встречает. И Норвежия сделает счет 2-0. Вот так вот. Повторюсь же, мы тоже пропустили вместе с Боруссией в предыдущем матче против Байера, играя в меньшинстве. Но не сказать, что как-то вот эта вот красная карточка нашему нападающему должна была повлиять на нас в обороне. Так же, как и у Барселоны сейчас. Они пропустили 2 мяча после удаления, но потеряли же они не центрального защитника, а флангового нападающего. Поэтому перестроение команды в любом случае, мне кажется, должно быть в перерыве. Посмотрим. Как изменится Барселона? Ну вот 2-0. Команда уже проигрывает дома. Холланд снова с мячом. И вот снова провал в обороне Барселоны. А Холланд забивает дубль. 38-я минута. Боруссия переигрывает Барселону уже в первом тайме. В первом матче на Кампноу 3-0. И с правилом гостевого гола можно было бы так же сделать, но в любом случае надо стараться уменьшать преимущество уже сейчас. И вот Кобель выручает в первый момент, а вот Кун Агуэра забивает со второй попытки. Уменьшает преимущество Барси... Боруссии, прошу прощения. И Агуэра забивает первый гол за Барселону сегодня. Кобель с мячом на вынос. На вынос, естественно, все. Уверенная выездная победа Дортмунда. Дубль Эрлинга-Холланда. И я уже даже забыл, кто еще один мяч забил. Марко Роси, естественно. Приносит уверенную выездную победу для Боруссии. Так, Ренье, выход на поле. Ну, мне-то уже без разницы, на самом деле. Они же не могут его отозвать без трансферного окна. Дисквалификация Фриппонга прошла в Лиге Чемпионов, но у нас остается дисквалификация Лига-Холланда в Бундеслиге. Так, Кобель нас благодарит за то, что столько времени мы ему даем. Ну что же, Аугсбург против Боруссии. Мы играем вторым составом. Поехали. Итак, Аугсбург принимает Дортмундскую Боруссию в рамках Бундеслиги. Мы начинаем. Бранд, шикарная передача-то на Дауда прошла. И Дауд открывает счет сегодня. 19-ая минута. 1-0. И забивает Калиджури. На 39-ой минуте Аугсбург сравнивает счет. Колумуани неплохо через Сабаслая. Сабаслай видит на дальней штанге Боаду. Ну как на дальней штанге? По центру ворот он, оказывается, тут пробегал. 54-ая минута. Боаду выводит Боруссию вперед. Бранд, отлично. И хорош какой удар. Дальний удар. Ну, правда, в пределах штрафной, но в любом случае с такого угла. Верхом еще попал в дальний угол. Хороший удар был у капитана Боруссии. И вот опасный момент. Бюрхи справляется. И со второй попытки Аугсбург в итоге забивает. 82-ая минута. Недерж Лечнер. Я не знаю, как правильно считается его фамилия. Забивает. Уменьшает преимущество Боруссии. Снова счет у нас минимальный. И все. Финальный состок. Минимальная выездная победа у Боруссии. Обыграли в итоге Аугсбург. Получилось. Ну что ж, друзья. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жидан. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok